МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аслан Султанович Кемов. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какую подготовительную работу в службе у себя вы проводите в период купального сезона? Деятельность Центра государственной инспекции по полномерным судам Главного управления ЧС России по Карачае-Черкесской республике направлена на выполнение задач в области государственного надзора за манерными судами, базами, стоянками, также пляжами и обеспечением безопасности людей на водных объектах республики. Отдельным вопросом в области обеспечения безопасности людей на водных объектах также находится информирование всех слоев населения, а также информирование через средства массовой информации, в том числе и сети интернет. На территории нашей республики нами было принято и задекларировано пять пляжей, которые находятся в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Это пляжи, на которых разрешено купаться, разрешено отдыхать. В том числе из этих пяти пляжей есть один детский пляж, специально предусмотрен для малолетних детей, где специально огороженное место и глубина воды не превышает на целых двадцатых метров. Вот скажите, пожалуйста, уже середина лета. Много ли людей приходит купаться на вот этот детский пляж, естественно, вместе с родителями? И до этого вы наверняка провели инструктаж для детей в школах. Какую работу в этом направлении вы проводите? Вы знаете, начало лета, начало купального сезона, все лето практически это горячая пора в работе Центра госинспекции к полномерным судам и отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС Реси по Карачаево-Черкесской республике. Ежедневно мы проводим профилактические мероприятия с детьми, направленные на разъяснение детям правил, основ безопасности, нахождение на воде, для того, чтобы дети с ранних лет, у них появлялись навыки о том, как нужно себя вести на воде, чего нельзя делать, что можно делать. С начала июня месяца в детских пришкольных лагерях к нами проводились профилактические мероприятия с детьми, где детям рассказывали все эти правила, старались привить им навыки безопасного поведения на воде. А также на сегодняшний день мы практически, повторюсь, каждый день проводим мероприятия, направленные на предупреждение, на прививание навыков детям, мер безопасного поведения на воде. На территории нашей республики есть многие курортные места, известные всем Архыз, Донбай, Тиберда, куда приезжают многие туристы, отдыхающие. В том числе и детские оздоровительные лагеря создаются в этих курортных зонах, куда мы ездим, посещаем постоянно, контактируем с детьми, беседуем, проводим лекции, иногда и в игровой форме, для того, чтобы у детей развивались такие навыки. Скажите, на таких встречах какие вопросы дети задают? Что их больше интересует? Дети задают совершенно разные, в том числе и нелепые вопросы тоже. Их интересует, где можно купаться, где нельзя, с кем можно купаться. Такие вопросы интересуют детей. Аслан Султанович, а многие из них могут вообще плавать? Есть те, кто не может и которых вы обучаете или советуете, где можно обучиться этому делу? Вы знаете, да, в детском возрасте примерно, когда лет 10, примерно, они уже, многие умеют плавать в это время. Некоторые обучаются, родители обучают. Но мы тоже проводим обучение, тоже могут обучаться где-то и в плавательных бассейнах, где с тренерами проходятся. Я хотел бы сказать такую особенность. Когда начало лета, это пора отпусков и пора школьных каникул. И многие дети остаются предоставлены сами себе. И они вместе со своими друзьями, сверстниками, соседями устремляются в такие жаркие погожие дни к водоемам, к озерам. Шалят? Да, шалят. И они остаются без должного родительского контроля, без должного родительского надзора, предоставленные сами себе. И, к сожалению, могут быть случаи, несчастные случаи, в том числе и с гибелью детей. Вот с 14 лет детям можно уже самостоятельно находиться на воде, но только в разрешенных для этого специально разрешенных местах для купания. До 14 лет абсолютно нельзя детям без взрослых, без родителей находиться самостоятельно на воде, чтобы избежать каких-то несчастных случаев, несчастных происшествий. Какие основные правила безопасности на воде следует соблюдать? Не только детьми, но и, конечно, взрослыми. Вы знаете, правила безопасного поведения на воде, что и для взрослых, что и для детей, практически одинаковые. Может быть, за небольшим исключением. Нужно помнить в первую очередь, что купаться можно только в специально отведенных, разрешенных для этого местах. То есть это пляжи. Еще раз повторюсь, в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» находятся опять пляжи. Пляжи, когда это разрешенные места, где есть спасатели, где есть медицинский пост, где есть указанные счеты, на которых указано время работы пляжа, номера телефонов экстренных служб. Также что нельзя делать, что можно делать. Это раз. Во-вторых, в разрешенных местах, соответственно, обследуется дно водоема. Каждый год водолазы обследуют дно водоема, чистят от различного бытового мусора, от кирпичей, коряг, камней, арматур. Ну, все, что угодно может находиться под водой. Соответственно, это и ограничивают эту зону, безопасную зону, буйками, за которую нельзя заплывать, соответственно. Я расскажу о таких правилах, которые нужно было бы запомнить и взрослым, и детям, чтобы избежать несчастных случаев на воде. Ведь люди порой тонут не из-за того, что они не могут плавать, а из-за того, что нарушают правила безопасного поведения, и часто они поддаются панике, что категорически нельзя делать. Также нельзя купаться в незнакомых местах. В незнакомых местах нельзя также прыгать с различных, неприспособных для этих целей мостов, откосов, каких-то причалов. То есть в неприспособных мест нельзя прыгать в воду, потому что невозможно знать, что может быть в незнакомом месте, что может быть под водой. Этого нельзя делать. Также бывает зачастую, что на лежаках, на матрасах, надувных камерах заплывают далеко. Может все, что угодно случится. Надувной матрас может спуститься, камера спустится, или же направление ветра поменяться и унести далеко от берега. А человек, который находится на суше, человек, который находится в воде, у них меняется ориентир. То есть определение расстояния до берега, и вы не сможете определить точно, и вам будет кажется, что не намного отплыли, а на самом деле вы далеко. И также вам никто не сможет прийти на помощь в этом случае. Если человек поддается панике, то, к сожалению, может и несчастные случаи приводить. Также хотелось бы отметить, что дети зачастую, находясь в воде, начинают баловаться, играть в такие игры, как связанные с захватом, с борьбой, с утоплением, с удержанием под водой. Это, конечно, такие шалости могут привести также к несчастным последствиям. Хочется отметить также, в свою очередь, что нужно выбирать определенный температурный режим при купании, нахождении в воде. Оптимальная температура, комфортная, считается 23-26 градусов. Это комфортная температура, к которой можно купаться. Но это не означает, что нужно часами находиться в воде до озноба, до еще каких-то других неприятных эксцессов. Нужно чередовать. Детям 10-15 минут искупались, вышли, поиграли, опять зашли, искупались. Также нельзя подавать ложные крики о помощи. Такие моменты. Это основные правила, которые нельзя нарушать. Что касается, я подчеркну еще раз, отличия права безопасности для детей и для взрослых, может быть такое существенное отличие, как многие взрослые заупотребляют алкоголем, а потом идут купаться, к сожалению. И, соответственно, такие меры могут привести к несчастным случаям. А какие средства безопасности нужно использовать при плавании на категорах или лодках? Ну, при плавании на катерах, лодках, в первую очередь, это мы сейчас говорим о пассажирах, в первую очередь должны быть спасательные жилеты, которые в случае, если что-то случится с лодкой, что вы можете удерживающее устройство, которое будет на вас, и, соответственно, это уже гарантия, что вы не пойдете ко дну, пока к вам не прибудет помощь. Также нельзя во время движения лодки передвигаться по лодке, места менять, бегать, прыгать, садиться на корму, садиться также на борта лодки. То есть нужно аккуратно сесть, и, соответственно, вы как пассажир, вас будут катать по воде. Соответственно, нельзя. Это уже простые правила, которые нельзя нарушать. А вот скажите, если кто-то тонет, что нужно делать? Нет в этот момент людей, которые бы профессионально помогли бы. Как быть в такой ситуации? Я вам скажу, что если вы увидели, что тонет, будем исходить, что взрослый человек тонет и взрослый человек, вы должны в первую очередь позвать на помощь. Во вторую очередь позвонить, телефон, единый телефон экстренной службы 112, позвать на помощь. Если у вас, оглянуться он будет по сторонам, если у вас окажется под рукой какие-либо предметы удерживающие, которые вы можете кинуть утопающему. Это если на пляже, это может быть спасательный круг, который веревкой подвязан. Можете различные, не знаю, дощечку какую-то кинуть утопающему. Это в приспособленных местах. Это в приспособленных. А если не в приспособленных, если мы сейчас говорим о водоеме, конечно, если это река, там ситуация будет тяжелой, потому что река течет, река двигается, и вы просто не успеете, не поспеете за человеком. Хотелось бы отметить, что человек, тонущий человек, он находится в панике. Поэтому вы должны будете оценить свои силы, способны ли вы будете вытащить человека или нет. Как проходит летний период, вернее, купательный сезон в нашей республике, есть ли несчастные случаи? Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, купательный сезон на территории нашей республики открылся 1 июня. И, к сожалению, да, у нас есть происшествия с гибелью, в том числе и детей. Но я хотелось бы еще раз отметить родителей, что в первую очередь за безопасность детей несут ответственность родители. Потому что в семьях вы должны своим детям постоянно рассказывать о правилах поведения на воде, если они находятся на воде, чтобы они без вас абсолютно не ходили самостоятельно на водоемы, озера, к рекам не ходили самостоятельно без вас. И поэтому, соответственно, основная задача обеспечения безопасности детей – это, соответственно, и задачи родителей. Должный контроль, должный надзор за детьми. Родители должны знать, где находятся их дети, чем они занимаются. Аслан Султанович, благодарю вас за беседу. Беседа интересная, опознавательная. Надеемся, что жители нашей республики будут соблюдать элементарные правила поведения на воде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова